В последние пять лет в республике уровень подростковой преступности снижался, но за 2015 год количество преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось вдвое. На пресс-конференции прокуратура Чуваши обсудили причины роста преступности и способы стабилизации ситуации. 487 преступлений в этом году совершили подростки, а это больше 5% от общего числа преступлений. Выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, краш и разбойных нападений. Чаще дети с недетской жестокостью решаются на тяжкие и особо тяжкие деяния. Эти категории преступлений говорят о том, что детская преступность взрослеет. И, к сожалению, нужно констатировать тот факт, что дети совершают преступления, которые раньше не входили в официальную статистику и таких фактов не допускалось. Это мошенничество и вымогательство. По данным органов прокуратуры, есть три причины роста детской преступности. Первое – снижение социального контроля. Структура мер, принимаемых государством, не отвечает взрослости детских преступлений. Ненадлежащее правовое воспитание – еще один пробел в формировании личности подростка. И последнее, самое известное преступление совершают подростки из неблагополучных семей. Из них 47% пошли по стопам родителей и нарушили закон по тем же статьям. Есть и обратная сторона медали, когда родители потакают капризом ребенка беспрекословно. Такая вседозволенность тоже может стать причиной преступлений. Есть у нас семья, где отец постоянно выезжает на заработки, достаточно обеспеченный. 15-летнему ребенку уже купил машину. Ребенок все имеет абсолютно. Так он создал группу, в которую входит и 17-летний, более старший, но он лидер в этой группе. И совершал кражу. Тревожно остается и ситуация с профилактикой противоправных действий в отношении детей и подростков. По мнению прокуратуры, настало время усилить работу, но вести ее необходимо комплексно. И первую скрипку должны играть общественные институты. Екатерина Куприна, Елена Гальперина, Республика.